Феликс, что случилось, мама? О, вот ты где! У меня есть для тебя поручение. Сходи в соседнюю пекарню и купи нам небольшой торт на день рождения бабушки. Почему я должен идти? У меня каждый день куча работы. Может, и ты сделаешь хоть что-нибудь полезное? Ну, мам, бегом! Чёрт, теперь ещё нужно тащиться за тортом. Могла бы и сама сходить. Надеюсь, это не займёт много времени. А? Феликс? А ты кто? Я... неважно. Что тебе нужно? Мне нужен торт. Так что, позови кого-нибудь из обслуживающего персонала. Вообще-то, я замещаю своих родителей, пока они уехали по делам. Ой, да мне всё равно. Просто дай мне торт, и я пошёл. Вот, с тебя 15 евро. Держи. Ура! О, чёрт. Ой, мне так жаль. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что смешного? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Я, конечно, предполагала, что ты полный болван, но не до такой же степени. И не смей больше ржать надо мной, скотина. Да как ты смеешь? Ты вообще знаешь, кто я? Один мой звонок, и вся ваша пекарня будет закрыта. О, ну разумеется. Давай уже наконец закончим весь этот цирк. Я просто сделаю тебе другой торт. Коржи у меня уже готовы, так что мне нужно просто покрыть его кремом. Вот, держи. Ну же, бери эту салфетку и выдри лицо, оно все еще в креме. Ммм, ну спасибо. Что? Кого она мне напоминает? Леди Бэг? Что? Нет, 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 нет. Я без понятия, о чем ты говоришь. Да успокойся, я просто сказал, что ты на нее похожа. Я вообще на нее не похожа. Ммм, ну да, это маловероятно. Теперь чисто. Вот здесь осталось пятно. Спасибо, не утруждащая. Только не снова. О, привет, Аля. Как вовремя. Ах, ты ж ежик. Это вообще не то, о чем ты подумала. Ага, точно. Ну, я вас оставлю, наверное. Делайте, что вы там собирались. Я позвоню позже. Увидимся, Мари. Постой, Аля. Аля. Аля, вернись. Мари, ты все еще не отдала мне то, зачем я пришел. О, торт. Он уже почти готов. Вот, возьми. Я постаралась быть очень аккуратной. Послушай, Мари. Кажется, твой рабочий день уже закончен. Так что, не хочешь прогуляться со мной? Да, Телли. Почему бы и нет, мистер Кислая Мина? Давай вот только без этих странностей. Несмотря на то, что на первый взгляд он выглядит грубым и ворчливым, мне кажется глубоко в душе он очень заботливый. И почему она мне кажется такой милой? Я должен прекратить думать о ней. Она самая обычная девушка. Ээээ, Мари? О, вау! Ты только посмотри, какой шикарный вид! Лучше слезь, а то упадешь. Красота, правда? Ага. Хочешь, я покажу тебе кое-что? Эээ, ну давай. Следуй за мной. Эээ, постой! Вау, она прыгает, как заправский атлет. Это довольно странно, учитывая, как неуклюжая она была в пекарне. И зачем мы лезем на крышу? Вот зачем. Ага. Отсюда открывается самый лучший вид на город. Лучше этого вида можешь быть только ты. Я что, произнес это вслух? Я люблю... Я люблю закат солнца! Спасибо, что ты согласился подняться сюда и посмотреть его вместе со мной. Ладно. Наверное, мне стоит сказать, пожалуйста. Что ж, давай спускаться. Ну, вот мы и пришли. Ага. До встречи. Пока. Я совсем забыла отдать торт. Мне срочно нужно найти Феликса. Чёрт, нужно было собрать волосы. Добрый день. Добрый день, мисс. Вы хотите забронировать номер? О, нет. Я пришла, чтобы отдать кое-что Феликсу Грэм де Ваниле. О, прошу прощения, но семья Грэм де Ваниле уже выехала из отеля. Кажется, их поезд в Лондон отправляется в 10 часов. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Удачи. Феликс. Мари. Вот. Спасибо. А на самом деле, есть другая причина, почему ты здесь? Осторожно, двери закрываются. Я... Другая причина в том, что я люблю тебя. Осторожно, двери закрываются. Я обязательно вернусь, потому что я тоже люблю тебя. Другая причина в том, что я люблю тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Ты вернулся. Ты вернулся. С возвращением, мистер Кислая Мина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok